Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня белорусский политолог Евгений Прейгман. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230 6191. Да, и начнем мы с тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая неожиданно для многих прошла вчера, но так или иначе отметили, что, наверное, назвать ее полностью тайной нельзя, учитывая, что сотни человек все же присутствовали на ней. Считаете ли вы, что можно сказать о ней, что она тайная или же нет все же? Ну, не тайная, конечно, скорее неожиданная. Просто она не анонсировалась заранее и поэтому всех застала врасплох. А почему, кстати, было принято решение провести ее в таком формате скромнее, чем раньше, скажем так? Ну, на поверхности есть какое-то предположение, которое витает в воздухе, в общем, на фоне политического кризиса, который в Беларуси полыхает и на фоне массовых протестов, которые уже не каждый день проходят, но, по крайней мере, по выходным. И, наверное, власти не хотели, чтобы эта церемония была омрачена, по крайней мере, до и во время ее проведения теми самыми массовыми манифестациями. Понятно, что по итогу вечером люди вышли на улицу, но все же это уже было тогда, когда присяга была дана, все документы подписаны и люди, приглашенные на это мероприятие, разошлись по домам. Ну, действительно, в законе закреплено, что инаугурация должна транслироваться в прямом эфире? Ну, насколько я знаю, что-то такое, да, записано. То есть, получается, что инаугурация прошла с нарушением закона? Тогда, наверное, получается, да. Хотя, вот, честно вам признаюсь, я вчера не перепроверял, что закон об этом говорит, но в средствах информации именно об этом говорилось, так что, наверное, так и есть. Ну, в общем, это не самое страшное, что произошло за последнее время, то, что инаугурация не транслировалась, так что, наверное, и немногие на это обратили внимание. Ну, почему обратили внимание на то, что не присутствовал никто из российских представителей, то есть иностранных делегаций вообще не было, как мы понимаем, и не присутствовала именно Россия, хотя недавно Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным, и кажется, ну, возможно, для него довольно успешно, учитывая, что ему пообещали кредит в полтора миллиарда, и в целом встреча прошла доброжелательно, судя по всему. Ну, мы не знаем доподлинно, насколько доброжелательно, мы видим, что Кремль поддержал Александра Лукашенко, и у него, на мой взгляд, есть совершенно очевидные причины здесь и сейчас поддерживать, продолжать эту поддержку. Но, наверное, здесь другая логика была у тех, кто организовал инаугурацию. В общем, было бы в какой-то степени странно пригласить только Россию или там только несколько других государств, но не приглашать никого, хотя бы даже на уровне послов. Поэтому в какой-то степени, вот с учетом тех проблем и той динамики ситуации, которая есть, можно даже сказать, что, наверное, некая рациональность была в том, чтобы пригласить только белорусских представителей. Но ведь Россия и Беларусь, по крайней мере, так это позиционируются. Во-первых, страны, которые друг к другу ближе, чем к остальным, соответственно, союзное государство, вся эта концепция. То есть, получается, все равно Россию исключили из этого, ну, то есть, из этого ряда, поскольку не пригласили дипломатов? Нет, ну, я думаю, что, несмотря на все союзное государство и, действительно, близость стратегическую, там, близость отношений, ну, все же это разные государства. И красная такая нить, которая проходит через риторику Александра Лукашенко, особенно в последние годы, это независимость Беларуси. Поэтому было бы несколько странно все же приглашать только Россию и при этом не приглашать никого другого, вот исходя из этих позиций. Я думаю, что эти позиции были доминирующими в размышлениях. Но риторика Александра Лукашенко, она ведь менялась, если мы говорим про предвыборную его речь, то он говорил о том, что отношения сменились с братских на партнерские. На встрече же с Владимиром Путиным он снова сказал, что Россия наш старший брат и отношения теплые, братские, вы мой друг и так далее. Вот смена этой риторики, с чем она, на ваш взгляд, связана? Ну, она связана с тем, что Александр Лукашенко сейчас говорит о важности российской поддержки для него. Абсолютно очевидно, что эта самая российская поддержка стала ключевым фактором, почему те предреволюционные события в Беларуси, которые происходили сразу после выборов, не превратились в революцию. То есть в то, что по факту Александр Лукашенко сохранил свою власть и революция не случилась. Естественно, для этого ему важно подчеркнуть, что Россия является ключевой и сохранить такого рода отношения с Россией. То, что до выборов была совершенно другая риторика, ну это действительно так. И на протяжении последних нескольких лет очень были такие острящие с точки зрения того, что острило, как сам Александр Лукашенко говорил, в отношениях России и Беларуси. Это отдельная большая тема, можем по ней говорить. Я просто сейчас, может быть, для начала скажу, что та модель отношений, которая была между Беларусью и Россией, и заключена она была в конце 90-х, она в силу ряда причин не могла больше работать, особенно после событий 2014-2015 годов, связанных с кризисом на территории Украины. И поэтому неизбежно было то, что будут присматриваться эти отношения. И у сторон были совершенно разные представления, как это должно происходить. И это приводило в том числе к вот таким вот искренним и даже всякого рода конфликтам и кризисам. И если до вот этой президентской кампании Александр Лукашенко чувствовал себя достаточно уверенно с точки зрения внутренней поддержки и исходил из соображений таких общенациональных интересов, то сейчас, конечно, совершенно очевидно для него, как для авторитарного лидера, первостепенную роль играет необходимость просто самосохраниться на той позиции, на которой он находится. И дальше, я думаю, он исходит из того, что по мере возвращения ситуации в контролируемое русло, как ему хотелось бы, он сможет вновь более так общенационально подходить, в том числе к отношениям с Россией. Но насколько это получится, это пока совершенно такой открытый вопрос. Кстати, эксперты нередко поднимали вопрос о том, что Путин выгоден ослабленный Лукашенко. И, по сути, он получил после всех этих событий ослабленного Лукашенко, который уже ничего против него сделать не может. Это действительно так, как вы считаете? Ну, в большой степени это так. Россия абсолютно является такой выигравшей стороной от этого кризиса. При этом, я не думаю, что Россия заинтересована в том, что кризис углублялся, чтобы он становился еще более долгоиграющей проблемой, потому что здесь издержки есть, в том числе для России. Но, по факту, произошло то, что, наверное, России хотелось увидеть. Это, а, внутриполитическое ослабление Александра Лукашенко, при том, как многие отмечают, может быть, даже большее, чем то, о чем Россия могла мечтать. Да, Евгений, вы у нас пропали. Вот сейчас вы снова появились. Вы сказали, большее, чем Россия могла мечтать. И на этом слове у вас... Да, на этом все прервалось. Да, все прервали. Прошу прощения, да. И Б это оборванные отношения с Западом, которые обозначают теперь, что вот это поле для маневра белорусской внешней политики, конечно, на ближайшие годы, при условии, если Александр Лукашенко остается во власти, оно сузилось до самых минимальных пределов. Но если поддержка России все же нужна, то в таком случае не обидится ли Путин на неприглашение на тайную инаугурацию? Потому что пресс-секретарь его сказал, что даже не знал, не в курсе о том, что такое должно было произойти. Сложно сказать. Я не исключаю, что как-то могло это обсуждаться. Но, опять же, вряд ли это самое какое-то такое значимое событие, которое может обидеть там или расставить Владимира Путина. Но я думаю, что необходимости в каких-то поездках, особенно сейчас во время коронавируса, у него особенно нет. И есть другой потенциальный повод его приезда. Это открытие белорусской атомной станции, которая, правда, сейчас, по последней информации, опять отложена. Так что возможности еще будут. Но Путин и Россия, и Кремль, скорее, заинтересованы в том, чтобы сейчас форсировать создание союзного государства. И есть ли у России, во-первых, такое намерение, как вам кажется, и такое желание это сделать? Форсировать в плане заключения договоренности и подписания, я думаю, нет. Потому что, во-первых, для таких больших и потенциально долгоиграющих тем, все-таки Кремлю важно, на мой взгляд, лучше понимать то, что может происходить в Беларуси в ближайшее время. И насколько вот эта проблема внутриполитического кризиса может быть фактором какой-то делегитимизации тех договоренностей, которые будет подписывать Александр Лукашенко. Так что вот я убежден, что требовать подписать что-то в ближайшее время Кремль не будет. В большом таком историческом масштабе, если хотите. Но это не значит, что не идут переговоры, абсолютно очевидно, что они идут по тем темам, которые не находили договоренности в прошлом году. И вот практически уже так или иначе анонсировано, что какой-то прогресс достигнут, скажем там, по тематике унификации законодательства в отдельных сферах, в первую очередь экономических. И по мере движения этих переговоров я не исключаю, что точечные какие-то вещи будут подписываться, но так, чтобы они не вызывали впечатление, что это совсем уже историческая какая-то веха, которая в корне меняет отношения Беларуси и России. И более того, как-то в корне потенциально ограничивает белорусский суверенитет. То есть Россия, мне кажется, в очень сильной позиции для того, чтобы иметь время и возможность подождать. — Если рассматривать действия Александра Лукашенко, последние действия, многие из них вызвали много мемов, спровоцировали создание. Здесь как раз я слышал две полярные точки зрения. Одни говорили, что он либо дурак, либо, вторые говорили, он гений, потому что в итоге-то он всех переиграл. Но в том смысле, что, несмотря на протесты, он сохранил свою власть. Вот эта история, его появление с автоматом, радиоперехват Варшавы-Берлин и так далее и тому подобное. Как вы это оцениваете? Вот как можно рассматривать эти действия Лукашенко? Они были спланированы 7-минутные, какие-то тактические, стратегические ходы. Что это было вообще? — Мне кажется, это совершенно такой продуманный расчет. Стратегическим его сложно назвать, потому что ситуация такая в динамике. То есть она требует реагирования 7-минутного. Но расчет в том, чтобы максимально, если хотите, как-то связать даже российских его коллег в какие-то обязательства или, скажем, сделать их частью тех решений, которые выгодны Александру Лукашенко. То есть он начал в какой-то момент совершенно четко акцентировать то, что происходит гибридная какая-то атака со стороны Запада. И понятно, что если это такого рода гибридная атака, это, во-первых, возможность апеллировать к тем договоренностям, которые на бумаге существуют между Беларусью и Россией. Ну и, во-вторых, это, в общем, самое святое, за что можно Россию, если хотите, зацепить. Так что, конечно, есть вопрос исполнения всего этого. Есть эстетические какие-то впечатления от автомата. И также, если хотите, этих перехватов. У многих они действительно ничего, кроме смешки, не вызвали в Москве, насколько я могу судить, даже по публичной реакции. Но, тем не менее, рационально здесь, по-моему, совершенно понятно. А, кстати, что касается автомата, он же ведь вкладывал, по его собственным словам, еще один смысл в это. Он хотел показать, что, в отличие от Януковича, он никуда выбегать не будет. Именно поэтому он не только сам был с автоматом, но и одел своего сына. По крайней мере, он так это объяснил российским журналистам. И мне кажется, что в этом он абсолютно искренне рассказал о своих внутренних рассуждениях на эту тему. Там же была еще история с защитой от ядерного оружия, что таким способом он защищается с помощью автомата. Ну, это уже скорее из области шуток, мемов и так далее. Ну, это, то есть, продуманный такой политтехнологический ход был и с автоматом, и с перехватами. То есть, это все продумано, а не спонтанно, не порыв в душе Александра Лукашева. Нет, это спонтанно продуманная мысль. То есть, повторюсь, он же не сидел над этим годами, там, эта вот ситуация к этому потолкнула. Но над этим можно смеяться в плане эстетики и каких-то форм проявлений. Но то, что мысль вот какая-то там была, это абсолютно очевидно. Ну, в России ее поняли, да, все-таки, несмотря на то, что Мишустин, ну, ему тяжело было, судя по, опять же, мы говорили с политологами, что ему сложно было выдержать этот разговор, когда он слушал про перехват. Ну, он сохранял такое ледяное спокойствие, но тем не менее. То есть, несмотря на абсурдность и комичность вот этой формы, все-таки Москва услышала, да, получается, его месседж? Ну, во-первых, руководство российских спецслужб через несколько дней, в общем, комментируя это, говорило примерно вот такие вещи, что если глава белорусского государства об этом говорит, и, по-моему, даже, кстати, и сам Песков мне еще такое сказал, то, наверное, у него есть какие-то основания на это. Более того, российские спецслужбы сами подчеркивают, что вмешательство происходит, а российский президент говорит о том, что мы готовы предоставить ту помощь, о которой нас Александр Лукашенко попросит, и, более того, мы не допустим иностранного вмешательства. Ну, вот это ровненько тот результат, который Александр Лукашенко был нужен, поэтому, опять же, исполнение может быть комичным, но результат есть. Ну, этот резерв силовиков, о котором говорил Владимир Путин в свое время, что, там, если Запад дернется, там, такие были формулировки, вот он, на ваш взгляд, будет использован или может быть, как некоторые предполагают, какие-то российские спецслужбы или военные уже есть на территории Беларуси, участвуют во всех этих местах? Я думаю, что нет, по крайней мере, в каком-то массовом количестве российских спецслужб и военных, вернее, военные сейчас есть, потому что они участвуют в учениях, и первая фаза этих учений была запланирована давно, вторая сейчас как-то добавилась достаточно спонтанно, но это все равно не то присутствие, которое направлено вот исключительно на протесты, то есть они там отрабатывают совершенно другие сюжеты, тоже, кстати, любопытный сюжет и любопытные вещи, потому что отрабатывается некое, очевидно, потенциальное противостояние с странами НАТО, используется десант, который, в общем, не используется чисто в оборонительных целях, поэтому показывается некая такая мускула, чтобы, грубо говоря, в НАТО видели, что вот ссуваться сюда не стоит. Опять же, можно над этим смеяться, но, вот, повторюсь, это сочетается с тем нарративом, который Александр Лукашенко продвигал. Что же касается вообще вот этого резерва, то, ну, конечно, на мой взгляд, все разговоры, которые последовали после того, как Путин объявил, что он готов это сделать, да, которые заключались в том, что вот ведет там Россия свои войска или не ведет, это были совершенно отвлекающие нас от самого реально важного значения вот этих слов рассуждения. Важность была в том, что ни Россия, на мой взгляд, ни Беларусь не хотели, чтобы вот эти войска или там другие какие-то войска российские упадили. Но важность была в политическом сигнале, и в первую очередь это сигнал двума аудитории. Внутри Беларуси это сигнал не столько протестующим, сколько элите, то есть правительству, грубо говоря. И для Александра Лукашенко было крайне важно вот это продемонстрировать, потому что в какой-то момент, где-то в районе 15-16-17 августа было ощущение эйфории на улицах, что вот падение режима Лукашенко неизбежное. Были даже некие первые, пусть и далеко не самого высокого статуса, отставки в системе госуправления. И вот после звонка Путину, после его обещания помочь, эти отставки прекратились. То есть вот это первый адресат, и опять же он был успешным с точки зрения Александра Лукашенко. И второй адресат это, судя по всему, уже более важный для Москвы западное государство. Россия еще раз повторила то, что и так все понимают, что Беларусь для нее имеет крайне важное геостратегическое значение, поэтому она сидеть просто и смотреть за событиями, которые там происходят, будь то под вывеской демократии или под вывеской, я не знаю, каких-то международных процессов не будет. То есть она будет действовать, если нужно будет. Сделаем сейчас небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен» в студии Анны Смирновой. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Вадим Родионов, я когда представляла тебя, то микрофон мой был выключен. Евгений Прейгман, белорусский политолог, с нами на прямой связи. Евгений, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ну вот еще один такой значимый ресурс, связанный с теми событиями, которые мы наблюдаем в Республике Беларусь, это телеграм-канал Нехта. Как, кстати, оценивать его работу, его деятельность? Потому что они, в общем-то, не скрывают, что ушли от журналистских стандартов к координационной организационной деятельности. Ну, у меня никогда и не было иллюзии о том, что это какой-то журналистский ресурс, то есть совершенно очевидный, я не знаю даже, как правильно сказать, не пропагандистский, потому что здесь нечто большее, чем пропагандизм. Это пропаганда, то есть это и пропаганда, и координация. Ну, вот примерно тоже такие же методы, на мой взгляд, используются, как и со стороны власти. Поэтому здесь не должно быть никаких иллюзий о том, что вот какие-то белые и пушистые где-то воюют против черных и там еще каких-то, да, на стороне власти. Оба используют абсолютно грязные методики, методологии, технологии и так далее. Другое дело, что каждый из них верит в то, что именно их миссия почетная, важная, историческая и несет добро. Ну, я как аналитика, в общем, достаточно так. И на одних, и на вторых смотрю примерно одинаковым взглядом. Ну, Нехта, на ваш взгляд, можно ли этот ресурс назвать сейчас организатором, главным организатором протестного движения? Главным организатором все же, наверное, будет преувеличение, и в том числе и роли этого канала. Но координирующим точно, то есть мы видим, что именно те планы, которые публикуются каналом, они в первую очередь становятся базовой линией поведения людей на улице, особенно вот и по воскресным. Мы видим это митингом. И, в общем, мы точно видим, что не, скажем, координационный совет, который брал на себя, вернее, пытался взять на себя вот эту функцию, стать политическим центром, эти планы выкладывает. А именно Нехта. Насколько я понимаю, есть какая-то координация, коммуникация, но кто там играет определяющую роль, сложно сказать. А вот то, что публикуется на телеканале, оно, мы видим, задает, в общем, именно основной такой сценарий поведения. Что касается координационного совета оппозиции, может быть, поправьте меня, если я ошибаюсь, но на свободе из руководителей остался только Светлана Алексеевич. На свободе или в стране? Остальные либо в тюрьме, либо за пределами Беларуси. Ну вот вышел буквально позавчера, по-моему, еще один представитель, представитель стачкома одного из крупнейших предприятий, Делевский. Честно говоря, я даже сейчас в деталях не скажу вам, в каком он статусе. То есть он в статусе, естественно, подозреваемого, не полностью там какие-то вещи, которые сняты с него, но он, по крайней мере, на свободе. На ваш взгляд, все-таки, почему не получилось и можно ли говорить о том, что не получилось создать координационный совет? Не получилось создать его как вот этот самый политический центр, который возьмет на себя функцию трансформации массового низового протеста в некое центрированное такое политическое действие. Это однозначно не получилось. В первую очередь потому, что, наверное, органы госвласти Александра Лукашенко прекрасно понимали, чем это потенциально грозит. То есть сам факт того, что протест децентрализован, это его большая сила до какого-то момента, потому что его невозможно задушить теми средствами, которые использовались раньше, когда просто арестовывались лидеры, ну и протест затухал. Но одновременно вот эта сильная сторона в какой-то момент становится слабостью. Именно так произошло, вот как мы уже говорили, в середине где-то августа, когда была эйфория, ощущение, что, может быть, революция победит, вернее, революция случится. И для этого как раз нужно было создание вот этого политического центра, который бы перевел просто низовую энергию в такое консолидированное какое-то действие. Так как власти понимали эту опасность, они сделали все, чтобы это не случилось. И тот факт, что ключевые представители коррекционного центра сейчас не просто за рубежом, но, например, в Литве и Польше, это, конечно, тоже дает возможность белорусским властям апеллировать к той же Москве, показывая, что они говорят, что они хорошо относятся к России, но смотрите, где они. И опять же, судя по заявлениям того же Лаврова, вот недавно было показательное интервью РТВА, где он сам об этом сказал, что вот если Светлана Тихановская находится в Литве, то, наверное, там ей как-то вкладываются литовские позиции. То есть это сработало, опять же, с точки зрения вот этой позиции Александра Лукашенко. Если говорить о вмешательстве из-за рубежа и, в частности, о финансировании из-за рубежа, потому что так или иначе оно осуществляется. Финансирование, например, выделила Латвия, там 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества в Беларуси, потом еще 50 тысяч евро. Вот насколько это можно действительно считать вмешательством, как это преподносит, опять же, и Александр Лукашенко, и приближенные к нему? Ну, это такая тонкая, конечно, грань политико-юридических каких-то оценок. Но, наверное, с одной стороны, можно сказать, что любое действие, воздействие, направленное на то, чтобы повлиять на существующую ситуацию и как-то изменить ее динамику, можно рассматривать как вмешательство. С другой стороны, ну, понятно, что со стороны тех же стран Европейского Союза это совершенно иначе воспринимается, воспринимается как какая-то поддержка естественных прав людей по одиночке взятых или коллективного социума на то, чтобы высказывать свою волю, требовать демократических стандартов и так далее и тому подобное. Это такая же, понимаем, практически уже вечная в чем-то философская такая линия расхождения между оценками, с одной стороны, многих стран, таких как Россия и Беларусь, но и с другой стороны, более демократических, традиционных стран. Как вы вообще оцениваете роль стран Балтии в этом? Есть ли она, насколько она велика, на ваш взгляд, в происходящем, учитывая санкции, которые были введены и так далее? Ну, роль, если оценивать с точки зрения какого-то влияния на внутриполитическую ситуацию, ну, конечно, абсолютно минимальна. Минимально, и более того, я уже отметил, что в какой-то степени Литва сейчас даже играет злую услугу или медвежью услугу Тихановской Координационного Совета, потому что действительно вот ее присутствие там, особенно фотографии, когда она встречается с какими-то чиновниками, ну, вот помним, заместитель госсекретаря США был в Вильнюсе, встречался с ней. Если посмотреть на фотографии, кто сидел вокруг стола, за которым встречались, то это дает тоже и белорусским властям хорошие аргументы, апеллировать Москве и говорить, ну, вот видите, они заявляют, что они нейтрально относятся к России. То есть в этом отношении тоже, скорее, даже такое негативное влияние. С другой, вернее, еще с одной стороны, мне кажется, вот особенно у Латвии, конечно, были особые возможности до этой президентской кампании, по крайней мере, потому что, вы знаете, в последние годы Латвия наряду с Венгрией были, ну, чуть ли не такими основными диалоговыми партнерами, я бы так это назвал, не в плане того, что с ними наибольшее количество встреч было у белорусской стороны, а в плане того, что наиболее доверительные, по моей информации, разговоры и какое-то наибольшее понимание было. Можно посмотреть, в том числе, некоторые интервью вашего министра иностранных дел накануне белорусских выборов, где он тоже, в общем, проговорил важные для Минска вещи о том, что белорусский суверенитет – это некий такой, один из ключевых факторов региональной безопасности. Так вот, конечно, теперь, когда Латвия, в том числе, на днях заявила, что не признает результаты выборов, и Белоруссия, если мы исходим из того, что Александр Лукашенко остается во власти, то вот эта некая дополнительная возможность Риге как-то влиять или, по крайней мере, доносить четко позиции, она, наверное, тоже будет утрачена. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также задавайте свои вопросы нашему гостю. Можно делать это и по WhatsApp, 230-6191. Но, кстати, еще один интересный аспект – это статус русского языка, потому что вы как раз говорили о том, что это может использоваться Минском, в частности, для дополнительных аргументов в Москве. Мы говорили, в частности, с двумя председателем Верховного, экс-председателем Верховного Совета Республики Беларусь, и с Шушкевичем, и также мы вчера буквально говорили с Шарецким, если я не ошибаюсь. — Да, с Мином Шарецким. — И они оба сказали, что русский язык необходимо лишить государственного статуса. Вот эти заявления, они, мне кажется, как журналистами абсолютно четко считываются. Это вот то, что потом Соловьев будет говорить в своих программах. И, кстати, наш эфир тогда цитировался очень активно, когда Шушкевич это сказал в программе у Соловьева и в интернете, и на федеральных каналах. — Почему сейчас эти заявления делаются? Ведь это очевидно, что как будет воспринято, и как будет использоваться против них в том числе, как вы считаете? — Ну, с моей стороны, наверное, было бы неправильно как-то характеризовать заявления людей, которые и во всех смыслах более авторитетны, и в том числе являются историческими персонажами. Но никоим образом не пытаясь их обидеть, я бы так сказал, что, наверное, просто эти люди не политики. По крайней мере, в настоящий момент. Потому что политик, который особенно на что-то претендует, не может делать такие заявления. Понятно, что они уже в далеко почтенном возрасте, но то, что эти заявления никоим образом не помогают тем людям, которых они поддерживают со стороны Координационного совета и оппозиции, но это тоже очевидно. И, на мой взгляд, настолько очевидно, что такие вещи говорить им было бы просто неразумно. Но если говорить об искренности порыва, то есть они говорят то, что они думают, что белорусский язык, и мы знаем, что белорусский язык, в общем-то, был в какой-то степени вытеснен на обочину, и вот они говорят о том, что вот наступило время, когда эту несправедливость, как они считают, можно исправить. Ну, нет такого времени, в том числе и вопрос. Поэтому, на мой взгляд, это просто характеристика не политика, которая говорит о вещах, о которых он думает, о которых он желает. Так что это не только не приближает возможность их реализации, а делает, в общем, их еще более далекими. Но перспективна ли вообще эта идея, что в Белоруссии будет один государственный язык, и это белорусский? Не знаю. Я думаю, что навряд ли это та тема, которую как-то во главу угла нужно ставить. Есть, поверьте, в Белоруссии действительно много людей, которым она не понравилась бы. И у нас и так, в общем, сегодня самый существенный политический кризис, который когда-либо был, и который даже сложно было себе представить еще пару лет назад. Если мы сюда еще добавим языковой вопрос, ну, это просто будет некое преступление против собственного государства. Поэтому я считаю, это абсолютно непродуктивно. И на самом деле, если мы хотим усилить статус белорусского языка, то есть огромное количество позитивной такой повестки, которая может это делать, никоим образом не ущемляя там права, возможности тех, для кого русский язык важен. Я вот, честно говоря, поэтому не вижу здесь никакой проблемы. Но вижу проблему, если люди вот таким образом начинают, вместо того, чтобы решать действительно важные политические там и другие вопросы, фокусироваться на языке. Кстати, вот последнее, что я здесь скажу, на мой взгляд, это и была вот та абсолютно роковая ошибка, которая была совершена где-то в 90-х годах, когда люди, которые были оппозицией к Александру Лукашенко, вместо того, чтобы заниматься тем, что действительно людей волновало, и предъявлять свои программы там, которые, к слову, были, они все вот это переводили политическую дискуссию к вопросу там языка, государственных символов, но и в итоге их и помнят только так, и поэтому помнят негативно. Я думаю, во многом именно поэтому они и не смогли в свое время достичь никаких существенных политических результатов. Ну, Лукашенко и его окружение пытаются играть на национальном вопросе, потому что мы видим негативные отношения. По крайней мере, складывается такое впечатление к красно-бело-красному флагу и, соответственно, к национальным символам. И, опять же, риторика о том, что если вот они придут к власти, то русский язык попытаются вычиснить. Аналогии с Украиной проводят, Майдан там и так далее и тому подобное. И, соответственно, таким образом пытаются этот протест тоже дискредитировать. Насколько им это удается, как считаете? Ну, вновь-таки. Если понимать, что главный адресат всего этого дела Москва, то видим, что, по крайней мере, пока удается. Если думать о том, как это влияет на аудиторию внутри страны, ну, это влияет еще на больший раскол. Потому что людей, которые настроены крайне негативно по отношению к власти, это никак не убеждают. И тем более они стали под эти, если хотите, красно-белые знамена. Многие не потому, что они чувствуют какую-то историческую связь с ними, а потому что сегодня это просто по факту стало теми символами, которые ассоциируются с протестами. Государственный флаг, если вы его как-то демонстрируете, это значит, что вы поддерживаете Лукашенко, значит, какая-то нужна другая символика, которая будет ассоциировать вас с оппозицией. Ну, и вот самое естественное, даже не выбор, а просто оно само по себе так случилось, что это вот эти красно-белые флаги. Но вообще, в конечном итоге для страны это огромная трагедия. На мой взгляд, к сожалению, все то, что сейчас происходит, в итоге будет трагедией, как бы она ни завершилась точно. Потому что в последние годы шла абсолютно здоровая, на мой взгляд, консолидирующая дискуссия, процессы, потому что бы перестать воспринимать вот эти два государственных, государственные и исторические символы, как нечто принадлежащее одной из политических сторон. Потому что действительно на протяжении какого-то времени оппозиция, ну, как бы приватизировала вот эти символы белокрасно-белого флага, хотя они являются нормальным историческим достоянием Беларуси, несмотря на то, что есть еще нарратив, что коллаборацианты, коллаборационисты в годы Второй мировой войны его использовали. Но в целом, вот еще раз повторюсь, в последние годы был какой-то старой процесс. Он касался в том числе языка. Лукашенко начал какие-то свои выступления произносить на белорусском языке. И вот мне это все очень нравилось. Мне казалось, что это может, пусть медленно, но исти к какой-то консолидации в обществе. А в итоге, когда случился вот этот разлом, через колено, что называется, то было совершенно очевидно и прогнозируемо, что власть будет именно делать так. Потому что власть, которая хочет себя сохранить, будет цепляться за все возможности. Если ей важно получить поддержку России, она, естественно, будет играть на националистической карте. Ну вот так и произошло. На ваш взгляд, насколько сегодня белорусское общество раздроблено? Потому что мы знаем официальные цифры ЦИК, которые обнародованы, что за Лукашенко там около 80%. И, в общем, некоторые эксперты полагают, что по этой линии можно проводить разлом, только с точностью наоборот. Вот на ваш взгляд, все-таки, разломлено ли общество, расколото ли общество? И если да, то он насколько сильно? Однозначно расколото. Оно вообще было расколото всегда. Но это все равно не тот раскол был, который, скажем, присутствует в Украине, где существовал такой традиционный разлом по линии Восток-Запад, совершенно четкой самоидентификацией, совершенно четким пониманием своей какой-то более, если хотите, широкой исторической и культурной принадлежности. На востоке к России и, соответственно, на Западе к основной части Европы. Здесь это был, скорее, такой ценностный всегда разлом, который социологи очень так аккуратно фиксировали. И по отношению к истории, и по отношению к сегодняшнему моменту, к каким-то более широким мировоззрительным вещам. Сегодня этот раскол, естественно, вышел на стадию политического, и он, что самое страшное, в таком экзальтированном состоянии, как и все было русское общество, находится. Поэтому он на эмоциях, и он особенно опасен. Насколько это сопоставимые пропорции одних и вторых, и, наверное, есть третьи. Вот я, например, пытаюсь всем еще рассказывать, что все-таки есть какая-то возможность сохранить трезвость разума и быть где-то над этой схваткой, просто думать о каких-то общенациональных, что ли, делах и будущем страны. Но в основном люди мне не верят. То есть в основном, конечно, люди вовлечены вот в это противостояние. Я, конечно, не думаю, что цифры 80 и 10 хоть в одной из сторон они отвечают реальности. Мы знаем точно, что 80 не могло быть у Александра Лукашенко, но мы точно знаем, что 80 не может быть и у Светланы Тихановской, и у другой вот этой части Беларуси. Сколько там, я понятия не имею. Но, кстати, вот эта большая ошибка многих сторонников оппозиции думает, что даже если их выходит намного больше, чем представителей Александра Лукашенко, то это вот и есть полное отражение картины. Достаточно поездить немножко по Беларуси. Я вот в последние недели этим занимался, чтобы даже не социологическими, а просто такими наблюдательными общими методами понять, что картина все же не совсем такая доминирующая в полдзю протеста. То есть поддерживают Лукашенко, вам приходилось сталкиваться с теми, кто... Абсолютно, абсолютно, да. Только, во-первых, поддерживают те слои населения в большей степени, которые, в принципе, менее социально активны и политически активны. То есть это и пенсионеры, это представители государственного сектора. Но и в какой-то степени, особенно после всей той жестокости со стороны сил правопорядка в начале августа, но это становится не очень так популярно, вот я постоянно повторяю эту фразу с английского языка, не очень секси говорить о том, что ты поддержишь Лукашенко. Это в какой-то степени, помните, вот когда опросы, притом нормальных социологических служб, провалились в том, чтобы предсказать победу Трампа на президентский выбор в США или предсказать Brexit в Великобритании. Потому что среди населения это было, ну, как бы тоже не очень секси. Тебя сразу приписывали в каких-то там динозавров-консерваторов, а на самом деле люди, в общем, были именно такие взгляды. И для многих людей сегодня, несмотря на всю эту несправедливость, которую они увидели, возмущение по поводу таких вот действий органов силового правопорядка, в конечном итоге встает вопрос, я сегодня получаю там какую-то, пусть маленькую, но гарантированную пенсию или зарплату, а что будет завтра? И вот я именно такую формировку от многих слышал, и я не могу сказать, что они, ну, совсем не имеют права вот так думать. Наверное, есть такие основания у людей, особенно те, кто помнит там какие-то голодные и голые времена. Звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Георгий. Да, Георгий. Сейчас с новой силой звучат всякие посылы из Европы, которая отказывается признавать инаугурацию президента Беларуси. Были другие выступления. А вы не могли бы поделиться вашими знаниями насчет реальных прерогатив европейского законодательства по части возможности его вмешательства так или иначе в дела другого государства, тем более не входящего в Евросоюз? Да, спасибо вам. Ну, у Европейского Союза, естественно, никаких особых-то прерогатив в этом плане нет. То есть, то, что любое государство и объединение государств, такие как ЕС, могут делать, это, во-первых, вопрос признания либо не признания выборов, то есть предание легитимности либо отказа в такой легитимности новому руководству, в нашем случае Беларуси. И мы увидели, что, в общем, какие-то формулировки, что не признание имеет место, были, но здесь все равно остается какая-то такая серая зона, потому что не признание одно вот на словах, потом насколько это будет сочетаться с тем, что европейские послы не будут приезжать в Минск и вручать вредительные грамоты Александру Лукашенко, потому что это, в принципе, основной такой показатель. Если посол приезжает, значит, так или иначе признан де-факто, по крайней мере, статус правителя и то, что именно он контролирует территорию. Ну и второе, это все, что касается там санкций. В общем, санкции есть. Европейский Союз, в том числе, по своим внутренним установкам и документам не может вводить какие-то такие полномасштабные экономические санкции, которые бы разрушили всю экономику и нанесли существенный вред всему населению. Поэтому все сводится, так или иначе, к точечным санкциям, а более конкретно к внесению конкретных людей и иногда предприятий в черные списки, которые блокируют им въезд на территории ЕС и блокируют какие-то финансовые возможности. Ну вот, в общем-то, и все. Еще вопрос, который пришел по WhatsApp к нам. Ну, снова о Нехте у вас спрашивают. Мы уже эту тему поднимали, но, тем не менее, зачитаю вопрос. Добрый день. Спросите, пожалуйста, какие мысли у вашего гостя возникли о парнях, стоящих за телеграм-каналом Нехта после просмотра интервью Юрия Дудя и их будущим через два месяца? Кстати, интервью Дудя смотрели? Честно говоря, нет. Хотя уже очень много слышал фидбэков и каких-то отдельных фраз, но мне эти ребята более-менее понятны уже давно, поэтому и большого интереса смотреть интервью нет. Что с ними будет через два месяца? Да-да-да. Что с ними будет через два месяца, спрашивает? Что будет с телеграм-каналом, когда активность несколько спадет, наверное? Именно трафика на телеграм-канале. Я не специалист, конечно, по трафикам телеграм-каналов, но вот судя по тому, что мы видим в последнее время, мне кажется, есть какой-то потенциальный интерес со стороны этих ребят в том, чтобы и на российском поле играть. ходят разные слухи о том, что там есть в том числе уже какие-то разработанные задумки и в том числе финансирование под них. Поэтому я не удивлюсь, если или параллельно с белорусской тематикой, или вместо нее они действительно начнут использовать свой опыт для того, чтобы и на российском направлении таким образом работать. Ну а в целом, насколько я понимаю, как раз-таки в этом интервью они в очередной раз подтвердили, что их охраняют польские спецслужбы, так что, ну, по крайней мере, в этом смысле с ними будет все нормально, они хорошо защищены. Но Лукашенко, на ваш взгляд, может ли провести перевыборы? Нет, в ближайшее время не может, потому что здесь, это что называется, простая арифметика дважды два четыре, любые новые выборы в ближайшее время для него будут означать, что он должен уйти. Это вот примерно то же самое, как он не мог по определению согласиться на второй тур. Потому что если бы в Беларуси был вот в условиях такой авторитарной системы с таким доминированием Лукашенко был бы второй тур, это сразу сигнал всей системе госуправления, что что-то в нашем королевстве не так, и, соответственно, это огромнейшая просто вероятность, огромный риск того, что система начнет сыпеться. То же самое сейчас. Если он на это соглашается, все понимают, что после тех событий, которые произошли в августе, вот этих избиений, в том числе, выиграть он их честно не может. То есть если допустить, что выборы пройдут там как-то образцово, они, честно, какой смысл их проводить, чтобы стимулировать еще раз вот нечто такое подобное. Поэтому в ближайшее время нет. Именно поэтому вот все эти разговоры о том, что Европейский Союз или там ОБСЕ как-то могут способствовать, какую-то медиацию предложить. Кстати, вот и главы государств балтийских этим грешили, что называется, вначале, да, пытались приехать там поговорить. Но это изначально мертворожденная была идея. И поэтому сейчас для Александра Лукашенко важно переключить разговор на долгоиграющую тему конституционной реформы. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Белорусский политолог Евгений Прейгман был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok